Потому что фактов, подтверждающих, нет до сих пор. Что они сделали для того, чтобы выяснить это? С нами никто же не общался, до нас никто не давал информацию. Какие следственные эксперименты или что они там, какие действия вообще следственные они провели, чтобы выяснить, что это не питание? Это голословно, я считаю. Ага. А вот ваш сын, я насколько понимаю, он как бы не заражен? Ну, я так скажу, что мы теперь все условно зараженные. А почему? Потому что вообще хинокок, он неизученная болезнь. Я уже составила, ну я не знаю, сколько врачей уже обзвонила. Тот же самый паразитолог Козлов Сергей Сергеевич на первом собрании, я своими ушами слышала, что говорил, что многие врачи, даже если вот это раньше были единичные случаи, чтобы не разбираться, скидывали в корзину и писали диагноз, прочие паразитарные заболевания. Это его слова, я могу прям лично ему в глаза это сказать. Угу. То есть хинокок не изучен. Инкубационный период, никто до сих пор, вы видите, цифры разнятся в инкубационном периоде. Угу. То есть никто не может точно сказать, вот если как в ветрянке, 21 день. Угу. Все об этом знают, все ждут 21 день и потом успокаивают. Угу. Здесь разница от трех лет до десяти лет. Угу. Пишут даже, что одна женщина до сих пор 15 лет уже болеет. То есть непонятно вообще ничего. Угу. А вчерашняя весть, я вас, извините, перебью, вчерашняя весть по поводу профилактики меня вообще убила. Прямо убила. Я со вчерашнего вечера хожу, мне кажется, в невменяемом состоянии. Почему? Потому что, опять же, тот же Козлов, пять раз ему задали вопрос про профилактику. Угу. На все пять раз он сказал, нету профилактики. И у этой болезни. Угу. Сейчас наших детей, условно зараженных, пытаются накормить химией. Угу. Ради чего? Чтобы заглушить, чтобы снизить вот этот вот процент заболеваемости у себя. Угу. И, так скажем, масштаб вот этого заболевания уменьшить. Угу. Никто вообще доводов не приводит. Она вылечивается на 50-80%. А какой профилактике вообще речь? Угу. То есть, если, допустим, заражение действительно там есть на какой-то начальной стадии. А вот, если честно, я еще почему против профилактики, потому что не выяснена дата заражения. Угу. То есть, вот я логически пытаюсь всегда мыслить, понимаете, ну не могли же действительно травить детей на протяжении там двух лет. Угу. 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 Профилактики сейчас может быть речь, если даже в препарате написано, что это, ну чуть не ежеминутная, ежесекундная вот это должна быть профилактика. Вот если был подозрение на заражение, то можно пропить. Угу. Видимо, видеть не хотят, потому что сейчас, на данный момент, у нас даже еще больше вопросов, чем у тех родителей. Я, конечно, их очень сильно поддерживаю морально, я не знаю, что можно сделать в таком случае. Ну вот, но вот жить в неведении, наверное, сейчас это тоже ненамного легче. Угу. Поняла. А вот у вас сын, он сам как-то что-то говорит по этому поводу? Они вот общаются с теми ребятами, которые... Да, да. То есть, никаких дискриминаций вообще нету. Угу. Вот. И дети... Вот мой сын лично, он говорит, мам, я не могу есть столовскую пищу. Угу. Я боюсь заразиться. Причем мы им никто вообще не говорили. Мы... Я вообще разговариваю с сыном, стараюсь не нагметать панику. Угу. Единственное, вот вчера я дала себе слабинку, сказала, что буду требовать увольнения, потому что тут еще есть психологическая сторона. Угу. Уже, то есть, если их сейчас не выпустить там по каким-либо причинам в увольнении, я буду прям требовать уже этого. Потому что детям нужна разгрузка. Угу. Вот. И поэтому месяцем раньше, месяцем позже, это уже никак... картина не изменит. Угу. А, Елена, еще... Я в таком состоянии, что я не могу пока определить, что я буду делать, честно говоря. Угу. Елена, а вот еще есть какая-то версия появилась о том, что курсанты могли заразиться через насвай. Вы слышали вообще о такой курсай? Я и в нее... Я знаю, я знаю, что наркотики на территории училища присутствуют. Угу. Потому что они есть везде. Угу. Все спортсмены употребляют, борцы. Угу. Ну, не все, простите, конечно. Ну, понятно. Не пишите, это уже эмоции. Ну, то есть, это настолько распространено в нашем Ульяновске, что именно суворовцы, тем более там, если сейчас есть шестой класс, а они на момент заражения были пятым классом, ну, там дети, ну, их еще за ручку водить надо. Вот, то есть, они настолько мелкие, ну, не может быть такого. Угу. Если только их насильно им не засунули, ну, тоже, скажите, это вообще нереально. Ну, да. Поняла. Так, ну, в принципе, все. Спасибо вам большое, что согласились поговорить. Вот, Елена. Ну, спасибо. Да, не за что. Можете подписать меня, я не скрываюсь. Мне уже, единственное, что, конечно, родители запугивают, что мы даем интервью. Но самое худшее, самое худшее, это нас могут вытурить из училища. Ну, тут, знаете, уже не знаешь, это хорошо или плохо. Ну, вот я поэтому говорю, но я уже даже готова не скрываться. Почему? Потому что, и я, еще напишите, пожалуйста, что очень сильный у меня вопрос. Вот все родители об этом как-то вот, видимо, на том состоянии, они сейчас этого не понимают. Меня интересует вопрос, как ООО «Пищевик Банкрот», фирма «Однодневка» со средней списочной численностью, один человек, я вообще работаю главным бухгалтером, я посмотрела выписку из Евреум, «Могла выиграть государство в государственных закупках тендер». Меня этот вопрос до сих пор мучает, и я именно... Мне там, конечно, пытаются объяснить, я все это знаю, всю нашу политику, все прекрасно понимаю. Я хотела вот услышать ответ от генералов. Что они вот на этот вопрос могут сказать? Как фирма «Банкрот» могла выиграть госзакупки? Попробуем. То, что она аффилирована, не аффилирована, это все понятно. Но, извините, все равно какая-то документация должна же быть. Они же... Я знаю, как проходят тендеры. Но если официально признанный «Банкрот», значит, это в документах было, и ее допустили. И меня интересует, как. Хорошо. И что будет дальше с питанием? Кто будет поставить? Там же до сих пор заключен договор вот с этим пищевиком. Даже если источник не столовая, как они говорят, как может нас кормить фирма «Банкрот» в дальнейшем? Поняла. Сейчас они, конечно, там подшаманили и повара другие, и все у нас там, пока генералы здесь, у нас все замечательно. Повара другие, в смысле? Да, да. Вчера сменили поваров. Вот. Почему-то. Вот тоже непонятно. Хотя официальная версия, что питание здесь ни при чем. А генералы, они тоже сами питаются в Суворовском училище, интересно? Я думаю, нет. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю. Ну, вы сами просто подумайте, скорее всего, нет. Ну, кто в столовую генерала поведет? Нет, конечно. Ну, они могли бы показать пример, собственно, раз. Ну, вряд ли, наверное. Поняла. Спасибо, Елена, вам большое. Спасибо. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.